Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. Группа цирковой дрессировки клуба «Собаководство Элита» – частый гость на концертных площадках района. Четвероногие артисты привлекают внимание ребят, заставляют улыбнуться и взрослых. Собачкам даем команду сидеть и отходим от них. Положили собаку. Но мы дадим поправку, они не профессиональные артисты, и отстановка, конечно, для них необычная. Посадили. Браво, молодцы. Поставили. Отлично. Все по первой команде. Пожалуйста, возьмите предметы и обозначьте собакам место. Отходим от собачек. Подзываем собаку. Молодцы. А теперь просим их вернуться на место. О, скользкий паркет. Ну что, аплодисменты приветствуются. Молодцы. И посылаем собак. Да, у Маркуса тяжелый предмет. Просто так в зубах не удержишь. Забираем аккорды. Браво, молодцы. Что самое главное в коллективе человеческо-собачьем, чтобы все сложилось? Вот такой вопрос. Вы знаете, наверное, главное тут и решающий, это общий интерес. Он определяющим моментом является. Потому что любые новые номера, новые элементы, что мы учим, мы сначала обсуждаем. Я что-то выдумываю, предлагаю девочкам нашим. Обсуждается и внедряется. Кому легче подружиться, людям или собакам? Вы знаете, наверное, у людей и собак это зависит от воспитания. Так, все. Положите собаку. Отлично. А посадите ее. Хорошо. Ира, подзовите, пожалуйста, собачку к себе вслепую. Пусть включит нос и найдет хозяйку. Рядом пройдут, хоть и вокруг обойдут. Ой, старательная ты наша. Отлично. Во-первых, у меня собака такой породы, который очень завязан от хозяев. Они компаньоны. Чем сейчас можно заниматься с собакой? Ну, пасти они вряд ли кого-то могут. Но какие-то совместные занятия быть обязательно должны. Поэтому мы выбрали вот такое вот занятие. Нам весело, интересно. И мы развлекаем других людей. Им тоже весело, интересно. Ей очень нравится. Ей очень нравится. Обычно прям с удовольствием. Начинаешь собирать сумочку, она уже готова запрыгивать в машину и ехать на занятия. Дома мы занимаемся почти каждый день. Ну, бывает с перерывами. А группой собираемся раз в неделю. Браво! Это я, как ведущий, могу лопнуть пополам. Но зритель будет смотреть не на меня, а на собаку. Потому что собаку не переиграть. А теперь мы им даем команду подъем. Так, ну и с чего мы начнем занятку? Я думаю, с ходьбы на месте. Давайте. Начинаем. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. А дальше, наверное, будут прыжки на месте. Ну-ка, давайте. Не ленитесь. Вот. Вот. Так. Прыжки тоже получились. Мы делаем вращательные движения. И собаки тоже им помогают. Молодцы. Еще разочек. А дальше восстанавливаем дыхание. Дыхательная гимнастика. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Это все-таки свойство породы. Ее выводили очень ориентированной на человека. То есть это отбиралась именно собака, которая компаньон, которая за детьми смотрит, которая, ну, в юрте, грубо говоря, греет всех. Вот. Учит ходить детей. Ну, и умеет быть пастухом. И некоторые самоеды умеют возить в нафтах. Но тоже они хочу-везу, хочу-не-везу. И очень красиво стартуют. И очень красиво финишируют. Собака, которая, ну, не совсем рабочая. И, в принципе, хотелось с ним чем-то заниматься. Вот. Он хорошо откликался на занятия. Выучивал разные трюки. Вот. Ну, и как-то элита предложила позаниматься цирковой дрессировкой. Точнее, даже не так. Мы занимались ОКД, но сами стали вводить команду «Суслик», которая потом переросла в команду «Зайчик». Вот. Ну, и видя, что у нас все-таки пошли суслики, с нами начал заниматься Юра, и мы стали цирковой дрессировкой. Лёва, китайская похлата и собака, ей 7 лет. Да. И из этих 7 лет сколько лет вы занимаетесь в группе? Мы начали заниматься с полугода. Сначала в группе ОКД, а потом, главное, стали заниматься в группе элита спорт. Вот все эти, когда и занимаемся. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ему больше всех, нисколько трюки доставляли сложные, сколько выступать в громкой музыке. Он очень боялся громких звуков, таких вот, которые сейчас, и мы к этому долго шли. Китайская хохлата – очень подвижная собака. Она будет или дома носиться, да, но вот эту энергию надо подкратить в мирных целях. Гулять с ней очень много не будешь, потому что или она намокнет, или она замёрзнет. А вот домашней тренировкой такой, это самое, цирковой, это, да, это хорошо. За свои выступления четвероногие артисты из клуба «Собаководство элиты» и их владельцы денег не получают. Но получают большое удовольствие и похвалу зрителей. А это торгово стоит. Вновь о вакцинации консультирует ветеринарный врач В отношении бешенства – это очень важный, насущный вопрос среди ветеринарных врачей, потому что очень много бешенства в России, очень много. Мы занимаем одно из достаточно высоких мест по неблагополучной ситуации по бешенству. Поэтому вакцинация очень нужна. Помимо бешенства есть и другие заболевания, которыми болеют не только собаки, но и люди. То есть важную часть занимает лептоспироз. Заболевание малоизвестное, но очень важное, потому что выражает тихо. То есть ранние стадии бессимптомны. Потом уже, когда начинается клиническая форма болезни, победить ее достаточно тяжело. Конечно, в отличие от бешенства она лечится, но тем не менее это важно, потому что могут болеть и люди в том числе. Тем более грядет сейчас теплый сезон. Для лептоспироза теплый сезон всегда более, так скажем, распространенный, чем холодное время года. Потому что для этого не обязательно контактировать с больным животным. Основным источником распространения лептоспир это может быть и вода. То есть собаки любят пить из луж, из природных источников. Могут быть мыши. То есть, допустим, мыши могут кушать корм уличных животных. Могут питаться из их мисок, пить из их мисок. Тем самым тоже могут их заражать. Значит, заболевания, которыми болеют только собаки. Это всякие энтериты, чума платоядных, парагриппы, парвовирусы. Значит, от них тоже очень важно прививаться, потому что все равно скучность животных в городе очень высока. Прививают клинически здоровых кошек и собак. Потому перед вакцинацией питомцы осматривают доктор. Стандартным протоколом в нашей стране, подчеркиваю, является условие обязательной дегельментизации. То есть, необходимо прогнать животному глистов. Потом, через 10 дней, у вас появляется трехнедельное окно, чтобы в любой момент прийти и сделать прививку. Но вообще, как по рекомендации ВЗАВА, то есть Международная организация ветеринарных врачей, это условие необязательное, но желательное. Поэтому вакцинацию можно, по сути, сделать любому здоровому животному, независимо от того, дегельментизации и дегельментизировалось оно или нет. Случается, владельцы пожилых собак отказываются вакцинировать питомцев, опасаясь за их здоровье. Единственное противопоказание к вакцинации – это наличие какой-либо болезни в стадии обострения. То есть, то, что животное возрастное, но здоровое, это не противопоказание к вакцинации. Хуже, если у него возрастное и у него есть какие-то возрастные проблемы, там, проблемы с печенью, проблемы с почками, тогда да, противопоказания есть. Но обычно животных начинают вакцинировать с раннего возраста, и все основные проблемы, связанные с вакцинацией, формируются именно в первое введение вакцины, то есть именно самое опасное первое введение. Если дальше животное перенесло все хорошо, то бояться не надо. Мы делаем именно комплексную вакцинацию, которая объединяет и бешенство, и лептоспироз, и собачьи вирусные инфекции. То, что делают в городской ветеринарной станции, там, только бешенство, это бесплатная вакцина. Она достаточно хорошая, не надо бояться ее делать, но на самом деле по переносимости она достаточно тяжелая. Хотя и вроде как по последним данным дает достаточно большое количество антител к вирусу бешенства. Привить бесплатно от бешенства в госветклинике или комплексно у своего доктора решать вам. Главное сделать прививки ежегодной процедурой. Клиника доктор Вет, что в Сергиевом Посаде на Новозагорском проезде всегда на защите ваших питомцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова